Он родился еще в Царской России. Участвовал в Русско-Японской, затем Великой Отечественной войне. В современной стране полковник в отставке, человек, с чьим именем считаются, любимый дедушка. Три эпохи и одна яркая, насыщенная жизнь. После школы Апуш Боимбетов окончил финансовый техникум в Башкирии. Затем роковые события в жизни сменялись одно за другим. Служба в армии на Дальнем Востоке, должность начальника финансов, артполка в Хабаровском крае, Великое Отечественное, руководство финансовым отделом, несколько ранений, фашистский плен, побег. Победу Апуш Арсланович встретил в Праге. Вопреки похоронкам, которые приходили домой несколько раз, он остался жив. После войны его откомандировали в Севастополь. Дослужился до должности начальника финансовой службы Черноморского флота. Бывшие коллеги признаются, истории его жизни хватит на несколько судеб. 103 года Апуш Боимбетов встречает, как и любой свой день рождения. В хорошем настроении, чтобы жить больше века и всегда оставаться оптимистом. У него есть свои секреты. Хороших товарищей у Апуша Боимбетова и правда много. С днём рождения ветерана приходят поздравить давние друзья, бывшие коллеги, общественники. Принимает именинник поздравления и от имени полномочного представителя президента в Крыму Олега Беловинцева. Это действительно, несмотря на то, что дата не юбилейная, но достижение для человека замечательное, и мы не могли не принять участие в этом, потому что таких людей, наверное, остались единицы. И, как мы сегодня видели, человек в полном здравом уме, очень активно общается, помнит всё. Каждая новая награда или памятный лист ветерану – повод для гордости всей семьи. Дедушка Апуш – настоящий герой для своего внука Влада. Говорит, человек он уникальный. Несмотря на возраст, ведёт здоровый образ жизни. До сих пор сохранил твёрдость характера и чётко следует своим принципам. В такой семье, где такой легендарный, можно сказать, дед, который дожил уже до правнука, вот у них разница ровно сто лет практически, приходится держать планку. До сих пор ещё действительно командует, ну, скажем так, с возрастом мудрости прибавилось. Действительно, всем всегда желает только всего хорошего, желает здоровья, дожить до таких же лет, как он, и пережить его. Апуш Арсланович продолжает принимать поздравления от близких и друзей. Тем временем уже планирует свой следующий – 104-й день рождения. Его хочет отпраздновать в любимой Балаклаве.